Да, вот на время. Нет, мы же ничего не снимали. Она отказалась возвращаться в ту клинику, где ей это делали. Я коронки не делаю. У меня серьезные проблемы с ортопедией, поэтому я... Ну, вот это сколько месяцев? Да, месяц или полтора. Я вам скажу... А дальше нет? А их дальше нету. Знаете что, этот снимок, я вам скажу, сделан из 6 ноября, а оперировали мы ее 29 сентября. Это вот совсем... Растет она еще, скоро мы ее снимем. Совсем-совсем свежее. Закроется. Закроется. Я считаю, что закроется. Даже если он не закроется, он... По кровисти. Что? Даже если не закроется, по кровисти. Он закроется. Не закроется. Во-первых, все-таки классически Десна 3 месяца восстанавливается. Давайте как бы не забывать об этом. Полтора месяца это вообще нечего оценивать даже. Я считаю, что от того, что у нее было, у нее на сегодняшний день, нету самого главного. У нее не болит, у нее не течет гной оттуда. Мы сохранили имплантат и коронку. У нее нету никакого зрительного, какого-то зияющего эстетического дефекта. Все остальное это процесс регенерации. Два сосочка сохранны. Если есть какие-то неровности на слизистые, они как бы возможны. Но это связано, опять же, вот этот вот маленький треугольничек, который вы заметили глазом на фотографии, я вам больше скажу. Но он во рту не виден, потому что здесь увеличено, это же макросъемка, конечно. Скажите, а расщеплялись вот наружу или внутри? Ну, скальпель вот так заводили или вот так заводили? Боковые участки, чтобы зафиксировать трансплантат? С одной стороны в одну сторону, не знаю. Кровька может расширить? Ну, я обоида острым скальпелем делала. Там видно даже на фотографиях. Ну, столько по слизистой. Сейчас я верну вам слою. Я расщепила именно. Потому что оставить только эпители сверху нельзя. Нужно, чтобы это было в толщину. Мне позволила ее толщина десны прикрепленной. У нее хороший биотип. У сунков, как обычно, расщепленный лоск. Сейчас я покажу. Я просто смотрю, где этот слайд с разрезами с этими. Да, обоюдоострым. Вот, видите, прямо в одну сторону, а потом в другую. Внутри. Куда все это вот так и заправилось. Да. Коснице там, здесь у вас индия тканая. Да, кусочек эпители сверху. Для того, чтобы это питалось. То есть, моя была задача найти какие-то зоны для подпитки. Да, потому что трансплантат у меня получилось взять достаточно хорошего размера у нее. Ну, и в Танюс будет сбор. Да, вот это трансплантат из бутрана. Я просто имею в виду, что вот в этом случае тут косница, вот здесь на косте осталась, а вы к ней подшипать, правильно? А вот трансплантат, который под надкосницей находится, он потом как-то переходит в более плотное состояние, как в надкоснице становится, или он все время таким же остается? Вы задали хороший вопрос, на него никто не знает ответ. Я вам скажу, на самом деле, доклинические исследования говорят о том, что он перерождается полностью в собственную соединительную ткань. Он не становится никем и ничем, он просто перерождается и утолщает, да, таким образом. Аутотрансплантат стопроцентно замещается собственными соединительными тканями, созданием объема. И сохраняется. Или сохраняется. Он не инкапсулируется, да, он не лежит там просто как кусок чего-то. То есть кистологические каких-то? Да, клинические есть на людях. Вот это же люди, никто же не брал специально. Доклинические, нет, 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 доклинические я брала, я сама подсаживала трансплантаты и брала, ну это на животных эксперименты. И что, в виде чего, если под надкосницы? Просто как-то под надкосница. Ну там как слизистая, это соединительная ткань. Она как была коллагеном, она так и переродится в этот же коллаген. Надкосница не увеличится в размере, если вы это, к сожалению, мы тоже так очень хотели. К большому сожалению, не получается пока увеличить срабкосницу в объеме. Она как остается двуслойная, да, она имеет два слоя, она так и пока остается. Я думаю, что она анатомически приспособлена только для этого. И не надо форсировать природу, надо идти с ней об руку и наблюдать, да, как это все сделано у человека. А мы завтра будем об этом разговаривать, это называется принципы антипического планета. Скажите, вот это вы рискнули и все-таки на дно и течение пошли в этот же день. Вы просто были уверены, что вы отмыли все как-то так? Ну да. Чтобы уже не вторично туда... Да, но я не делала бы этого, если бы я не... Если бы было время у него, да? Вот если бы вы знали, что пациент... А у меня было время на нее. Через неделю... Нет, у меня было время, я такие операции оставляю достаточное количество времени, чтобы спокойно... Нет, я думаю, что пациент не уедет, никуда не уедет. Нет, я знала, что она будет здесь, я заранее... Не было такой реакции тканей, ну, мукозной именно реакции. То есть не было острой реакции, поэтому пошли на вот... Я на самом деле, у нее большинство было именно жидкого гноя первичного, да, вот этого. И мы его когда убрали, и выскоблили грануляционную ткань, которая продуцировала это все, по сути, мы... Кстати, вот эту пациентку мы ввели без антибактериальной терапии. Вы видели, что у нее через 10 дней нету ничего? Ну, есть методы, отработанные уже годами, ну, вот, например, вот эту методику Патрик Палачий предложил в 86-м году. Я не знаю, кто из сегодняшних гуру, там, имплантологии делает это и показывает на каких-то лекциях, да, я предваряю все вот эти сразу разговоры и вопросы. Патрик Палачий сам лично это придумал, предложил метод изумительный, я его просто обожаю вместе с Палачий, потому что он гениальный вообще ученый, профессор, хирург. Он человек, который отдал себя науке целиком, он до сих пор работает. Я была, имела честь снова видеть его в октябре месяце в Москве, была очень рада, потому что когда-то я 10 лет назад у него была на учебе, и мне было очень приятно, что он до сих пор работает, жив и здоров, все в порядке. Он предложил простейшие методики, которые позволяют минимальными средствами, местными тканями создать правильный объем Диснея. То есть, как-то раз зайдя в кабинет ортопеда, я увидела, как доктор устанавливает сам формирователь Диснея, ему не хотелось почему-то отдавать эту работу хирургу. Он взял бор на турбине алмазной, поставил туда формирователь. То, что у меня упало, это не сказать вообще ничего. Для меня каждый миллиметр вот этой кератинизированной, прикрепленной Диснея, за которой мы боремся, да, который надо использовать, выброшен, просто был вплевательницу одним движением. Итальянцы вырезают вот этот вот кружочек над имплантатом, когда его раскрывают, подшивают, это тот случай, когда, единственный случай, когда подшивают трансплантат к слизистон-косичному лоскуту и устанавливают его, чтобы создать видимость бугоровок, да, как будто бы это поверхность корня над имплантатом. А мы это выбрасываем в помойку. Ну, то есть, да, меняется подход. Сейчас мы все работаем в эстетических зонах, как бы то ни было, мы уже хотим и боковые участки, да, чтобы у нас выглядели красиво, потому что это не только красиво, это профилактика переимплантитов в первую очередь всегда. Простейшая методика, мне кажется, я просто на модели ее покажу, она делается просто элементарно. Там есть один нюанс, откуда резать скальпелем, очень важный. Что с зубами, как зубы? Здесь зубов нет. Значит, раскрываете имплантаты, откручиваете заглушки, устанавливаете федемы. Установили. Ставите отслойный лоскут, укладываете сверху на формирователи, прижимаете пальцем. И проводите скальпелем от дистальной поверхности в медиальную сторону, прямо следуя, опираясь на формирователь Диснея. Продержим вот так? Да, да, да. Останавливайте свой разрез на середине. Продолжение следует.